Всем привет! Я рад приветствовать вас на канале Московского Политеха и в нашем сегодняшнем ролике речь пойдет о дизайне легкового автомобиля. И начнем мы, конечно же, с основы основ и его пропорций. Как вы наверняка знаете, в мире существует четыре основных типа компоновки легкового автомобиля. Это классическая заднеприводная компоновка, переднеприводная, среднемоторная компоновка и заднемоторная. И сейчас речь пойдет о том, как каждый тип компоновки влияет на построение силуэта легкового автомобиля и его пропорции. И начнем мы, конечно же, с классической заднеприводной компоновки. Итак, поехали! Автолюбителям всего мира хорошо знакомы словосочетания классическая компоновка. Именно эта схема, предложенная в далеком 1893 году главным конструктором фирмы Панар Левосор Эмелем Левосором, стала революционной и на долгие годы определила вектор развития конструкции автомобиля. Но многие ли из вас задумывались, как она повлияла на дизайн машин? Автомобиль, в те времена скорее напоминавший конный экипаж, лишенный движителя лошади, вдруг стал приобретать узнаваемые очертания. Выраженный объем капота с радиаторной решеткой, смещенный назад пассажирский салон. Некогда высокий, практически статичный объект вдруг стал ниже, удлинился и естественным образом стал динамичнее. Более того, по длине передказа зачастую можно было легко сделать выводы и о скоростных возможностях машины. Взгляните на Дюзенберг или Бугатти 30-х. Большой капот, большой двигатель. По сути, мало что изменилось с тех пор. Конечно, сегодня мы не видим на улицах мастодонтов наподобие Бугатти Роял, однако смотрясь в очередной классический BMW или Mercedes, мы подсознательно чувствуем связь между конструкцией, пропорциями и конечным дизайном. Автомобили с такой компоновкой воспринимаются подчеркнуто динамично, стремительно, сбалансировано, а сегодня, как и на заре автомобилестроения, еще и дорого. И это в немалой степени объясняет такую фанатичную приверженность к этой схеме производителей премиум-сегмента, если, конечно же, не брать в расчет ряд конструктивных достоинств классической компоновки. С нее и начнем. Типичными представителями этой схемы являются седаны класса Е, класса F, спортивные и туристические купе, родстеры и кабриолеты. Двигатель у них расположен продольно спереди, привод осуществляется на задние колеса. Для подобных автомобилей характерна большая колесная база, как, например, у седанов, короткий передний и длинный задний свес, а также динамика силуэта, напоминающая натянутую тетиву. Эти внешние особенности обусловлены в первую очередь расположением двигателей коробки передач, которые находятся практически в базе за передней осью, тем самым как бы сдвигая назад кокпит, о чем красноречиво свидетельствует положение стойки лобового стекла, так называемой стойки А, и большое расстояние от оси передних колес до разъема двери. BMW Z4, представленный на иллюстрации, в полной мере раскрывает суть классических пропорций. Далее давайте на этом примере разберем особенности пропорций с классической заднеприводной компоновкой. Итак, на ваших экранах автомобиль BMW Z4, типичный представитель классической заднеприводной компоновки. Что можно о ней сказать? Ну, во-первых, двигатель. Это рядный двигатель четыре или шесть цилиндров, который расположен спереди продольно. Привод осуществляется на задние колеса. Двигатели коробка передач максимально смещены за переднюю ось и сдвигают пассажирский салон назад. А вслед за салоном движется назад и стойка А, которая смещена максимально далеко от оси передних колес. В результате силуэт автомобиля приобретает классические заднеприводные пропорции, которые характеризуются коротким передним свесом, большим расстоянием от центра оси передних колеса до стойки А и длинным задним свесом. Следует также обратить внимание, что стойка С смещается на ось заднего колеса и это является характерной чертой купе и седанов BMW классической компоновки. В целом силуэт автомобиля с классической заднеприводной компоновкой как бы натянут назад, создавая ассоциацию с натянутой тетевой. Такие особенности построения силуэта в полной мере применимы не только к автомобилям с типом кузова купе, но и к автомобилям с типом кузова седан. Уже к середине 30-х годов, когда в Европе остро встал вопрос о массовой автомобилизации, инженерам пришлось искать пути к удешевлению и упрощению конструкции. Для решения этих задач было предпринято множество попыток. Например, Fiat 500 Topolino 1936 года работа Данто Джакоза был компактным, но из-за классической компоновки обладал всего лишь двухместным салоном. Некоторые попытки привели к появлению поистине легендарных народных автомобилей, таких как Volkswagen Beetle и Citroёn 2CV. Но наиболее оптимальной концепцией стал переднеприводный Morris Mini конструкции Алика и Сигониса, появившийся в 1959 году. Этот маленький автомобильчик коренным образом перевернул представление людей не только о компоновке, но и о дизайне, который сформировался под влиянием специфических рациональных факторов, а именно необходимостью комфортно разместить в пределах короткой базы 4-5 человек и багажа при сохранении минимальных наружных габаритов. Машина получила передний привод, колеса небольшого диаметра расставлены практически по углам кузова, двигатели расположены поперечно в переднем свете, и такие решения не только позволили сместить водителя и пассажиров вперед, увеличивая пространство интерьера, но и избавиться от тоннеля карданного вала, а объединение салона с багажным отделением, увеличила полезный объем и породила новый тип силуэта, получивший название хэтчбэк от английского хэтч люк и бэк сзади. На сегодняшний день это самый распространенный тип компоновки. Автомобили, выполненные по такой схеме, интуитивно и зрительно воспринимаются совершенно иначе. Отличным примером такой компоновочной схемы является Volkswagen Golf. Передний привод, колеса небольшого диаметра расставлены практически по углам кузова, двигатель расположен спереди, поперечно в длинном переднем свесе. Далее разберем на примере основные особенности пропорции автомобилей с переднеприводной компоновкой. На ваших экранах автомобиль Volkswagen Golf 5-го поколения. Что можно о нем сказать? Ну, во-первых, двигатель. Он расположен спереди, поперечно, и обычно это рядный или V-образный силовой агрегат. Привод осуществляется на передние колеса. Двигатели коробка передач при такой компоновке смещены максимально вперед, а вслед за ними сдвигается вперед и пассажирский салон. Это дает больше места для пассажиров при одинаковых габаритах в сравнении с классической компоновкой. Стоит также обратить внимание и на положение стойки А, стойки лобового стекла, которая также максимально сдвигается вперед к оси передних колес. В результате мы получаем достаточно узнаваемый силуэт переднеприводного автомобиля, который характеризуется длинным передним свесом, минимальным расстоянием от центра ведущих передних колес до стойки А и очень коротким задним свесом. В целом, силуэт автомобиля с переднеприводной компоновкой визуально смещен вперед, напоминая выпущенную из лука стрелу. Эти же особенности построения силуэта в полной мере присущи не только хатчбэкам, но и всем типам кузовов автомобилей с переднеприводной компоновкой. Для большинства полноприводных автомобилей также характерны эти пропорции силуэт, при условии, что построены они на платформе, изначально имеющую передний привод. В отличие от компактных малолитражных автомобилей, развитие компоновки спортивных машин шло своим путем. Из-за большой разницы в объемах выпуска, применяемых в технологиях и назначении машин, палитра конструкторских решений оказалась здесь достаточно широкой. Наряду с классической компоновкой, которая до сих пор прочно удерживает свои позиции в этом классе, предлагались и нестандартные решения. В 1965 году на автосалоне в Турине компания Lamborghini представила миру шасси с двигателем V12, расположенным перед задней осью, которое чуть позже легло в основу знаменитого купе Lamborghini Miura. Это был первый серийный автомобиль среднемоторной компоновки и, как гласит легенда, его разработка велась втайне от фирующего Lamborghini. Связано это было с кредо владельцу фирмы «Никаких гонок». Однако инженеры из отдела проектов и разработки Боб Уоллес, Джан Пауло Доллара и Пауло Станцани тайно начали работу над новым проектом. Собираясь вместе в свободное время, они обсуждали и разрабатывали конструкцию серийного гоночного автомобиля. И лишь когда были решены все основные вопросы, подготовленные чертижи и документация, конструкторы показали свою разработку Ферруччо. Lamborghini пришел в невероятный восторг и проекту был дан незамедлительно зеленый свет. Однако двигатель у Miura располагался поперечно, во многом из-за этого ее среднемоторность была слабо выражена, а своими пропорциями она тяготела все же к классической компоновке. И только после того, как дизайнер итальянского ателье Бертон и Марчелло Гандини создал потрясающие футуристические концепты Alfa Romeo 33 Carabo и Lancia Stratos Zero, а следом и серийный Lamborghini Contouch, оформился окончательный образ среди моторного купе. Говоря об этом типе автомобилей, стоит обратить внимание, что здесь ключевую роль играет не только характерный смещенный вперед силуэт с вытянутым носом и коротким задним свесом, но и пропорции высоты по отношению к длине. Распластавшийся по земле Lamborghini производит впечатление выпущенного снаряда, динамика которого полностью сконцентрирована спереди. Хорошо узнаваемый профиль с вытянутым носом и коротким задним свесом образуется за счет специфического расположения агрегатов. Двигатель находится в пределах колесной базы за спинами передних сидений и сдвигает салон максимально вперед. Радиаторы системы охлаждения расположены в переднем свесе, а стойка А, стойка лобового стекла, и вовсе находится практически на оси передних колес. Впервые такая компоновка была применена на Lamborghini Miura, а окончательно сформировалась на Lamborghini Contouch. С тех пор она остается визитной карточкой для компании. Итак, на ваших экранах автомобиль Lamborghini Mircellago. Что можно о нем сказать? Ну, во-первых, двигатель. Это рядный или V-образный силовой агрегат с шестью или двенадцатью цилиндрами. Расположен он в пределах колесной базы за спинками передних кресел, то есть за спинами водителя и пассажиров. Привод осуществляется преимущественно на задние колеса, но также существуют версии с полным приводом. Такая компоновка агрегатов смещает пассажирский салон максимально вперед. Отсюда и характерные узнаваемые пропорции силуэта. Во-первых, это, конечно же, очень длинный передний свес, в том числе и из-за того, что там расположены радиаторы системы охлаждения. Стойка А, которая смещена практически на ось переднего колеса, а иногда даже за ось вперед. Большое расстояние от разъема двери до центра заднего колеса и очень короткий задний свес. Следует уделить особое внимание положению стойки А, которая находится на оси переднего колеса. Это характерные черта всех среднемоторных Lamborghini. В целом же динамика силуэта среднемоторного суперкара максимально смещена вперед, и визуально вся масса автомобиля стремится к переднему колесу. Ну и наконец рассмотрим четвертый тип компоновки, который сегодня используется крайне редко, но все еще существует. Это, конечно же, заднемоторная компоновка. И, конечно же, самым ярким примером, уникальным в своем роде решением является заднемоторный Porsche 911, который является очень удачным примером для сравнения со среднемоторными Lamborghini и Ferrari. Здесь влияние пропорций настолько велико, что будь легендарный 911 среднемоторным, он, наверное, выглядел бы как Porsche Garage GT. Итак, на ваших экранах силуэт легендарного заднемоторного спортивного автомобиля Porsche 911. Что можно о нем сказать? Ну, во-первых, конечно же, двигатель, который расположен в заднем свесе. Помимо всего прочего, этот двигатель имеет оппозитную схему, представляя из себя, по сути дела, плоскую плиту. Во-вторых, это, конечно же, привод, который осуществляется на задние колеса. Такое расположение силового агрегата кардинальным образом отразилось и на внешнем виде этого знаменитого автомобиля. Что обращает на себя внимание? Во-первых, это, конечно же, очень длинный задний свес, в котором расположен двигатель. Во-вторых, это аэродинамичный каплевидный силуэт, плавно спускающийся к плоскому оппозитному двигателю. В-третьих, это достаточно короткая спортивная колесная база. Четвертое, это длинный передний свес, задача которого уравновесить общую композицию. И, конечно же, положение стойки А, которое, в общем-то, характерно для классической компоновки, но применимо и здесь. Если говорить о Porsche 911 в целом, то, во-первых, основные пропорции и характер силуэты берут свое начало от классических Volkswagen Juke и Porsche 356. Доминируют, разумеется, каноны постройки классических спорткаров, такие как, например, компактный размер, короткая колесная база, аэродинамический кузов. Пропорции силуэта напоминают падающую каплю и профиль самолетного крыла, а это идеальная аэродинамическая форма в представлении инженеров тех лет. И в заключение хотелось бы сказать, что пропорции – это один из наиболее важных параметров дизайна любого легкового автомобиля. Не зря Вальтер де Сильва, шеф-дизайнер концерна Volkswagen, на презентации шестого Гольфа особенно отметил, что 70% дизайна – это как раз пропорции. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч!